Ну что ж, мои любители драконов всего древнего и криков, добро пожаловать обратно в Скайрим. Да, мы с вами продолжаем эту уже очень затянувшуюся, очень большую и все еще очень интересную историю в этом нереально крутом мире, который был создан нами, в общем-то, вручную. Пока у нас есть время и нам особо не на что отвлекаться, я хотел бы вернуться в эту игру еще на какое-то время. И потом эта игра, в общем-то, я думаю, снова уйдет на перерыв, но тем не менее, я думаю, что много интересного за это время мы с вами успеем сделать. Пока что такие вступительные слова, потому что я хотел сказать, что у нас как раз-таки сейчас практически нечем заняться, поэтому возвращаемся в Скайрим. Давно хотел это сделать, но очень многие какие-то отвлекающие факторы мешали мне это сделать. То какие-то игры выходили, то что-то еще мы проходили, и, в общем-то, просто мне необходимо было заниматься именно тем. Но сейчас, когда у нас есть свободные несколько недель, мы можем абсолютно спокойно посидеть в Скайриме и попроходить местные квесты, и позаниматься нашим персонажем. Давненько это, конечно, было, но, тем не менее, меня, конечно, потянуло сюда обратно. Также хочу сказать, что некоторые вещи я уже, скорее всего, просто подзабыл, потому что давно это было. Я помню, что, да, мы сейчас с вами проходим основной, не основной, а глобальный квест соратников, и мы будем идти дальше по нему, и, в общем-то, дальше уже будем смотреть, как там все пойдет. В принципе, также в примерно импровизационном плане, потому что я никогда в Скайриме ничего не планирую. Ну и все, запускайте интро! Так, ладно, Лидия, давай, у меня... Спасибо. Да, меня тут давно не было. У меня последнее испытание, я пошел. У меня тут соратники все еще не хотят нормально, адекватно меня принимать, да, выйти, конечно, хорошая идея была ночью. Я думаю, что, в целом, конечно, это испытание будет невероятно легким. Меня, конечно, немного раздражает, что мне придется проходить его фактически не одному, я не знаю, зачем мне представили няньку. Мне кажется, что один я бы совершенно спокойно мог справиться. Но, тем не менее, где там это находится-то хотя бы на карте примерно? Вот, обломок Вутрот в древнем Каерне. Тут рядом был в приюте Эридорана, можно туда переместиться. Конечно, совершенно не понимаю просто, по какому... По какой логике тут оставляют... Тенегриф, тихо. Не нервничай. По какой логике они выдают задания, потому что... Ну, вы меня видите вообще. Ну, просто вот... Соратники, конечно, великолепны. Нет, я, конечно, не спорю. Да, они, безусловно, должны проверять всех своих... Не знаю, новобранцев. Не хочется называть себя таким словом, но по факту так оно и есть. Новобранец я. И вот... Такой довольно хороший момент. А... Все равно. Слишком много уже было проверок, и мне кажется, что... Главное, сейчас мне что-нибудь не... А, господи, я... Я уже испугался. Фаркас. Нам нельзя останавливаться. Хорошо, пойдем. До встречи. Древний Каерн. Мг. Главное, что-нибудь мне сейчас страшное, в общем-то, не... Взбесить, потому что я знаю, как в этом... Мире на меня реагируют древние артефакты. А мне нужно найти какой-то обломок. Доказать, что я достоин. Фаркас, кстати говоря, ну так... Чисто между нами не особо доверие. Это как-то мне... Не особо доверие вызывает. Потому что хочется мне... Должно сказать, что он довольно жуткий тип. Посмотри на него, да? Страшный дядя. Хорошо. Фаркас, давай так. Это мое испытание. Поэтому я тут как бы главный. Поэтому сиди тихо рядом. Ладно. Потому что... Что я только что сказал? Я легче шаг. Заткнись. Легче шаг, он и тут говорит. Но... По факту он... Он прав. Потому что... Драугры просто так на самом-то деле не выживают. Эммм... Сумбут похоже на ловушку. Хорошо. Битву при Санкар Торе. Заберу. Ну, двуручное оружие меня мало, конечно, интересует. Но... Тем не менее. Почему бы и нет. Да, драугры мертвые. Драугры мертвые в... Спокойных... Не хочу тащить тебя на горбу. Ты серьезно? Ладно. Выключу-ка я... Тихо. Вот это вот все Фаркас. Меня никто никогда не слышит. Да, ты добей это. Фаркас, куда ты? Фаркас. Ммм, да, я тебя попонял. Я тоже так умею, ребята. Я так и знал. Что будет что-то похожее. Где? Иди, дерись с Фаркасом, а не со мной. Вот хочется сказать, Фаркас. Иди, шел бы, и тогда сам бы уже все это делал. Сам сагрил, сам разбирайся. У меня тактика другая. А-а-а, Фаркас, я тебя понял. Ну, ты еще проиграй ему, давай. Может, добьешь его хотя бы? Спасибо. Я в шоке просто, соратнички. О, бани твой меч. Блин, вот они же не дешевые, да? То, что, конечно, мне нужны были бы деньги, но... Ну, и дешевые ведь. Стоять. А, это... У меня эльфийский кинжал... Да, зачем я его с собой таскаю, кто мне скажет? Какой мне эльфийский кинжал в кармане, я не понимаю. Нет, это, конечно, полезная вещь, но... Не настолько. Что везде я с собой таскать. Может быть, я забыл повесить его на стену? В особняке. Хорошо. Интересная, однако, ситуация, да? Даже так, давай. Септим. Еще новый слиток железный. Люблю слитки сейчас особенно. Мне сейчас это нужно. Почему это перевернуто? Куда ты? Осторожней тут. И пошел просто. И пошел, родной, да? Так осторожней, или мы просто входим туда, где... Вообще непонятно, что происходит. Что, нам туда направо надо эту решетку открыть? Ну, там вон рычаг, я вижу, за этим. Где он всем... Ну, вот еще один рычаг. Дайте угадаю. Если я сейчас... Его потяну, меня тут закроют, да? Такая себе идея, но... Да. Фаркас, потяни там рычажок. Только посмотри, куда тебя занесло. Не волнуйся. Просто сиди и жди. Я найду рычаг. Что это шло? Это что? Это что? Это в мой план и не входило. Это не важно. Он носит эту броню. Значит, говорим... Какую эту? Вы знаете броню Соловьев? Что вы знаете? Фаркас. 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 Надеюсь, я тебя не напугал. Ну, что это было? Это благословение, не спосланное некоторым из нас. Мы становимся подобны диким зверям. Мы вселяем ужас. Меня ты тоже хочешь сделать, Веррвольфом? О нет, звериная кровь не выходит за пределы круга. Докажи сперва, что можешь быть соратником. Следи за добычей, а не за луной. Нам нельзя останавливаться. Не забывайте про драукра. Фаркас, ты... Ладно, это, типа, новость. Интересная, однако, новость. Какого хрена? Нет, в принципе, это довольно логично. Типа, соратники, такой боевой орден. Веррвольфы, ну, есть в этом какая-то логика. Они даже броню носят такую, там, меховую. Ну, посмотрите на Фаркаса. Фаркас. Ну, такое, да? Что-то с лицом что-то непонятное. Ну, короче, ясно. Но только есть одна загвоздочка. Не сделайте вы меня, ребята, Веррвольфом. Ну, не заставите. Я так понимаю, в принципе. Я надеюсь, это не обязательно. А то, знаете ли, я тоже умею перевоплощаться кое в кого. А что здесь забыли? Воины Серебряной Руки, простите. Очень интересно мне, какого черта вы вообще здесь забыли. Ага, интересно. Фаркас. Я, конечно, понимаю, что, типа, ну, тебе так проще, но... Ну, может, мы все-таки поаккуратнее будем перемещаться-то. Давай так, если, типа... Эбонитовый шлем стоит того, чтобы это взять и огрести. Да, не подумал. Ну, если вы думаете, что я это не заберу, то вы ошибаетесь. Просто один логичный такой вопрос. Если они начали что-то подозревать, не надо сразу идти и резать их. Вот, пожалуйста. Вот будет очень хорошо, если ты не будешь так рисковать. Ну, мое же испытание. Я зачем они его со мной отправили, я не понимаю. Зачем? В чем смысл? Он просто не мешается. Нет, это, конечно, хорошо, что... Он сейчас был тут рядом со мной. Превратился в Вервольфа и всех тут перекусал. Но... Не уверен, что даже если бы я... О! Даже если бы я... Был здесь один, я бы нашел выход из ситуации. Падай. Фаркас, не надо. А не его, потому что замечают. Мега ты увидеть не можешь. С такой... С такой дистанции. Ну, в смысле, можешь, но... Ноктюрнл даровала нам этот дар. Колечко. Другой вопрос. Воины серебряной руки. Вы тут что забыли? Это, во-первых. Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему вы пытаетесь нас убить? Я видел много раз в Вайтране воинов серебряной руки. Они... Ну... Как правило, плюс-минус адекватные. Они не пытаются, не пытались никогда никого убить. Я не видел никогда на улице Вайтрана стычек с соратниками. Ну, то есть, все было вполне прилично. Они просто, ну, как бы ходят мимо друг друга и все. Просто проблема именно в том, что серебряная рука и соратники, они живут, ну, в одном городе, в смысле, в Вайтране. Может быть, конечно, воины серебряной руки просто там рядом ходят, и мне так кажется, но вроде как они тут просто рядом обитают. Потому что, ну, я их довольно часто и видел только здесь. Максимум где-то вблизи Вайтрана. Ну, то есть, в основном это именно вот такая вот территория в стенах Вайтрана. Это встанет. Не рекомендую. Это встанет. Тихо. Не рекомендую. Вставать плохо. Фаркас. Какой-то меня подвинул. Мишей стрелять. Умник. Конечно, блин, отправили со мной товарища в максимально... ...максимально тяжелой броне, гигантским двуручным мечом наперевес. Это тебе не повезло, товарищ. Ну... В данной ситуации это было обоснованно. Я тебя убил? Нет? Я еще раз выстрою на всякий случай. А, где этот осколок уже? Господи, найти бы его. Просто с такими подходами я уже сомневаюсь, хочу ли я еще быть соратником. Насколько я знаю, соратники преследуют один артефакт. Всяком случае, они могут мне помочь его найти. Это артефакт один из... В общем-то... Секундочку, это, в общем-то, один из... Не знаю, даров доедра этому миру. Или не доедра. А, нет, подожди. Там было написано другое. Там была история, связанная с луком Ауриэля, если я не ошибаюсь. Воздух, ребята, это был просто воздух. А вы что думали? Фаркас, дерись. Нет, в качестве помощи по грубой силе, конечно, Фаркас бесподобен, но... Но нет. Пожалуйста, не стоит. Слиточки, слиточки, слиточки собираем. Слиточки отдаем все мне, потому что... Делать кинжалы, тренироваться из чего-то нужно. Я все еще хочу заниматься кузнечим делом. Потому что... А, способ заработка. Б, улучшение снаряжения. Куда же без этого? Улучшение снаряжения, это всегда полезно. Сколько у вас всего-то здесь? Что по весу? По весу, кстати говоря, очень все даже хорошо. Это просто потому, что я все ненужные вещи, в общем-то, складирую себя дома. А дома места много. Очень удачно, конечно, перепал мне Элизиум. А, Фаркас, смотри. То, что на меня не действует, но тебе стоит быть аккуратным. Да? Да, Фаркас? Да? Ну-ка посмотрим, как ты справишься. Молодец. Да ладно. Вы, ребята, на кого напали? Нет, я не понимаю, что они здесь делают, серьезно. Физическая природа верево. Заберу. Почитаю, на всякий случай. На всякий случай. Так, просто, просто интересно. Просто в этом что-то есть. Учитывая, что я теперь с ними в одном... О-о-о. Стеклянный. Ну, много весит, а не такой дорогой, ладно. Учитывая, что я теперь с Вервольфами по факту сотрудничаю. Мне надо знать, с кем я сотрудничаю. Я не так много знаю про Вервольфов. Я много знаю про вампиров, но вампиры это другое дело. Вампиры это все-таки что-то, что имеет сознание у Вервольфов. Я не уверен, есть ли это. Потому что вампир даже будучи в форме вампира лорда, что... Которого я видел только одного. И теперь он мертв. Теперь я такой один. Пусть уходят, пусть уходят, пусть уходят. Вампиры даже в форме вампира лорда во всяком случае имеют сознание. То есть они умеют думать, своих убивать не будут. А вот Вервольфы, я не знаю. Может быть, Вервольфы при трансформации мгновенно теряют вообще хоть какой-либо интеллект и становятся тупорылым животным. На меня пару раз из леса нападал Вервольф. А, Фаркас? Фаркас, проблема. Клянусь, я убью тебя. Да ты что? Тихо. Спокойно. Не надо. Фаркас, разбери с ним. Воин с серебряной руки, посмотри на него. Как он это делает? Легенда об оборотнях Скайрима. Так, я кажется... Я, кажется, начинаю понимать, за что воины серебряной руки... А, пластичная броня. Не основа. За что воины серебряной руки, возможно, не любят соратников. Это связано с оборотнями, да? Потому что вот в этих вот двух книгах, где она... Физическая природа Вервольфов и легенда об оборотнях Скайрима, они у них не просто так. А вся фишка в том, что я, как бы, в принципе, не ночью в сторону, вставать-то и не хочу, потому что... Если мои вампиры начнут что-то делать не так, как бы я и на них могу наехать, вообще. Совершенно спокойно, причем. Никакие муки совести меня не будут... Содослаждать. А тут еще и... По факту просто люди. Ивервольфы. Которых я не знаю. Которым я не отношусь. На которых мне... Плевать. Нет, в принципе, если они не будут досаждать другим людям, то как бы, ну, в принципе, что хотите, делайте, на самом деле. Вот, правда, абсолютно плевать. Просто они, судя по всему, могут вынести все это дело на публику, хотя это незаметно пока что. Но появится какая-нибудь вещь. Ключ от древнего крипта. Появится какая-нибудь вещь. Сирийский стеклянный лук. Урон 54. А мой лук сколько на этой стороне? 59. А больше. Хотя красивый стеклянный, должен признаюсь. Они просто какой-нибудь артефакт найдут, который захочет и та, и другая раса. Там, я не знаю, или как это назвать. Типа раса людей и раса этих товарищей. Вервольфов. И все, и начнется в этом... Что со стрелами не так? И начнется рубилово просто, потому что база соратников находится около драконьего предела. Слушай, а мне кажется, что Ярл контролирует всю эту ситуацию. Ну, в смысле, соратники находятся, ну, прям... Что с тобой происходит? Завокрыс, ты какой-то больной. А, Завокрыс, ты... Завокрыс, ты какой-то больной. Мне кажется, что, учитывая, что как бы база соратников основная находится, ну, буквально просто около другой него предела, там, два шага, Я думаю, что Ярл... Там зелье улетело. Что происходит в этом месте? Что за магия? Зачарованные предметы какие-то, блин. Типа... Там как бы мясо-то может начаться в любой момент, но там Ярл рядом, и, в принципе, мне кажется, что соратники-то имеют это свое убежище, которое они умеют, возможно, под какими-то определенными условиями. И, судя по звуку дождя, мы где-то... Не дождя, но тут где-то рядом выход. Ну, и пауки, естественно. А-а-а, тут капает с потолка. С потолка, конечно, это не очень хорошо, что капает. Ну, да ладно. С пауками мы разберемся, это не проблема. Так как мимо-то? А-а-а, может быть, ты будешь бить злокрыса, когда он тебя пытается убить, нет? У меня проблема со стрельбой. Успокойся, фустрода. Успокойся! Фаркас, бей его. Фаркас, бей его. Фаркас, я тебя... Ладно, я понял. То есть, стоило ему встать только тогда. То есть, типа, это что, дело чести для тебя? Сражаться с драугером по чести, да? С тупой нежитью ты хочешь сражаться по чести. Ну, твое, конечно, дело. Не буду спорить, но... Все-таки, да? Все-таки. Было бы неплохо, если бы... Драугара, как же вы меня раздражаете? Нет! Надо меня сносить. Стой! Ладно, не важно. У них все равно ничего полезного особо нет. Ну, кроме стрел, которые мне, честно, вот, не так уж и нужны. У меня абсолютно разных, очень много в ассортименте, могу продавать. Когда приключения надоедят. Нет, коллекцию я, пожалуй, оставлю. Коллекцию оставлю, какие-то ненужные вещи. Я вижу слово силы. Какие-то ненужные вещи, по типу, там, огромного, просто невероятно гигантского количества стрел куда-нибудь, наверное. Распродам воинам. Вот это хороший момент. Какого черта здесь происходит? Вот это же все откроется. Но оно же все откроется. Огненное дыхание третьего уровня. Вутрат. Вернулся в Юрваскар. Хорошо. Надо разобраться сначала с другими. Я думаю, у вас будет побольше. Где? Черт, да это нереально. Тут военачальников. Паркас, извини. Что, Фаркас, не очень, да, тебе? Пошел бы я один, они бы на нас даже не напали. Ай. Фаркас, какой же ты? Я думал, все. Да, пошел ты. Черт, это, это, это очень, очень масштабно. Это слишком масштабно. Да сколько у вас здесь? Ну и Фаркас, как всегда. Я в шоке. Да хватит. Так, ну Фаркас, да, понятно. Я в шоке. Господи, драугры кричать научились. Покорите друг на друга. Вот ты последний вроде. Фаркас, хотя бы его, пожалуйста. Я в шоке просто. Это ж... Что это сейчас вообще все было просто? Фу, передышечка. Там сундук еще был, я его тоже должен взять. Просто обязан. Фу, я как бы... Я понял, ладно. Хорошо, хорошо. Вопросов нет. Просто вопросов нет. Так. Интересная, конечно, ситуация. Так, ну обломок есть. На обломке драугры тоже. Щит квадча. Нифига себе. Возьму. Сапоги тоже эбонитовые, эбонитовый сет. У меня вроде есть эбонитовый сет в особняке. Я уже не помню, я его вставлял или нет. Вроде как должен быть. Фаркас, пошли отсюда, пожалуйста. Фаркас, просто пойдем. Просто иди за мной и все. Как только мы выйдем отсюда сейчас, мы пойдем двумя разными путями. Потому что, если бы не Фаркас, я бы просто сейчас смылся отсюда. Без каких-либо проблем. Фу. Фу. Свобода. Вышли там же, где зашли. Отлично. Если вы меня не примите сейчас в соратники, я вас всех перережу, Вервольф. Сраные поняли меня? У меня теперь есть кое-какая информация против вас. О, это было хорошо. Ты за мной будешь теперь, понятно. Он будет сидеть за мной, судя по всему. Без меня теперь он никуда. Так что придется привыкать. Мне нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный год. Потому что так и и есть. Потому что людишками я не пытался очень давно. Могу попробовать, мадам, если начнешь сейчас возникать по этому поводу. Мы ждали твоего возвращения. Да. Почему вы меня ждали? Очень важно вам это? Пойдем. Если вам это настолько важно, то... То как бы заинтересуйте меня. Я уже заинтересован в том, чтобы свалить от вас подальше, например, ребят. Братья и сестры по кругу. Ну, слава богу. Сегодня мы приветствуем новую душу в нашем братстве. Эта женщина была испытана, бросила вызов и показала свою доблесть. Кто поднимет свой голос за нее? Я свидетельствую храбрость этой души. Поднимешь ли ты свой щит в ее защиту? Я прикрою ей спину и целому миру не победить нас. Ты прикроешь спину? Обнажишь ли ты меч в ее честь? Он готов вкусить кровь ее врагов. А поднимешь ли ты кубок в ее честь? Я запою победный гимн, когда в праздничном зале будут говорить о ее славе. Тогда круг решил. В ее сердце пылают ярость и отвага, объединявшие соратников с незапамятных времен. Пусть наши сердца забьются в унисон. И горное эхо многократно усилит биение. И устрашатся наши враги. Да будет так. Что ж, девочка, теперь ты одна из нас. Надеюсь, ты не подведешь. Это верно, что все соратники Вервольфа? Я вижу, что некоторые тайны открылись тебе до назначенного времени. Неважно. Да, это так. Но не все соратники таковы. Кровь зверя течет только в жилах членов круга. Некоторым это нравится больше, чем другим. А ты как к этому относишься? Видишь, я старею. Мой разум обращается к небесам, к Сонгарду. Я тревожусь о том, что после смерти Шор не призовет к тебе зверя, как призвал бы истинного нордского воина. Души тех, кто жил в образе зверей, ближе к повелителю Даэдро Херсину. Многие предпочтут вечность в его охотничьих угодьях. Но я мечтаю о Сонгарде. Ты хочешь различиться? Да, но это непросто. Но тебе не следует вникать в тревоги старого воина. Сегодня мы славим твою храбрость. И поговори с Йорландом, если тебе нужно оружие получше, чем мы. Что там у тебя? Что же там у меня? До твоего появления я была самой младшей из соревнований. Думаю, это ничего. Зато я тебе про все-таки... До этого я много тренировался. Йо-во. Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Возможно, когда-нибудь мы еще поохотимся вместе. Что... Что по стрельбе у тебя? Ты уже знаешь все, что знаю я. Не, да, кстати, даже не помню уже, что я знаю. Честно говоря. А, ну да. Я знаю все, что знает она. Так, что у меня здесь? Не использую это вообще. Ладно. А в чем, собственно... И все? Пока что работы нету никакой? Я просто стал соревнованием и все? Как-то это неинтересно. Ладно. И так все идет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова